Вы поймите, что поэтому на Востоке и существует правило. Сначала человек берет благословение у родителей, у родственников, на то, что у него будет эта жена. Если они не благословляют, он ждет, добивается, жена добивается. Добились, значит потом уже они приняли родителей. У брата тоже благословение. Это культура восточная. Для чего она вся нужна? Потому что люди сильно привязаны друг к другу. Никаких благословений не было, познакомился уже, все решения принял, а потом только сказал своим родственникам. Так он поступил. Откуда я узнал? Моя хорошая, вот в этом вся ошибка. Из-за этого все пошло. Они просто в шоке. И они как бы думают, что вы его охмурили, так все ли заколдовали, что... Потому что, понимаете, потому что он же классный был всегда, он слушался, вел себя хорошо. Что тут бац, неожиданно какое-то решение, которое вообще мы не ожидали. Как бы это был наш ребенок, а тут он сам что-то сделал. И, конечно, она виновата во всем. Ну, хорошо. Понятно. Да, потому что, когда человек женится, у него включается карма с прошлой жизнью сильно. И ему нужно карму попиштать. Что делать? Уметь, 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 прощать. И на готовь себя отдать. На готовь себя отдать. Бум. Понимаете? Уметь любить, уметь прощать. До конца себя отдать. Вот что делать. Любить, когда человек любит, он может прощать. Вы просто сейчас чем обескуражены? Ни этими людьми конкретно, ни его семьей. Вы обескуражены человеческим эгоизмом. А вы знаете, меня слепит эта камера. Как бы далеко она не стояла. У меня очень больные глаза. Поэтому нельзя с этим, с таким освещением, да, снимать. Да, вот так можно уже нормально. Понимаете? То есть, как бы, вы обескуражены людьми. Вот знаете, что все люди на земле такие. Вот вы сейчас обескуражены человечеством в целом. Что люди, они очень сильно понимают свою любовь. Ее, как бы, чувствуют, ценят, свою любовь очень понимают. Но чужую, другую, не понимают. И вашу любовь сейчас, родственники его все не оценили. Не оценивают вашу любовь, ваш вклад в его жизнь. Почему? Потому что они получили сильный удар психический. Ну, как бы, они всегда контролировали ситуацию в его жизни. А тут она пошла бесконтрольно для них. И они просто в шоке. А это вызывает вот этот эгоизм, вот это вот такое жесткое поведение, жесткий стиль. Ну, то есть, поэтому на Востоке очень важно следовать правилам. Правила нарушены, дальше начинается хаос. Богословение получить у всех. Ну, вести себя вот так, по-восточному, если у вас восточная семья. Что делать? Заботиться о мужа, прощать этих людей, понимать, что произошло. Они в шоке находятся. Внимание очень аккуратно, потому что они будут мстить. Я вижу этих людей. Она, если сейчас пойдет внимание проявлять, они ей сделают больно просто. Ну, там отношения такие довольно жесткие пока. Вот, ну, на расстоянии по-доброму, как бы, чтобы они знали, что вы их любите. СМС-очки писать там. Ну, и так далее. Потихоньку, потихоньку они примут вас. Ну, то есть, им надо было принять воздост за мужество. И это требовалось время на это. Но, так как они не смогли это сделать, тогда теперь надо это делать. И на Востоке всегда девушка должна совершить усилия, чтобы понравиться родителям мужа. Вы это усилие пока не совершили. Надо совершить его. А вас это, как бы, душит вот эта несправедливость. И вы не хотите никакое усилие совершать, потому что они плохие, вы думаете. Но у них есть своя правда, как у всех людей на этой земле. И вот надо это понять, что люди очень эгоистичны. Все люди очень эгоистичны. И вы тоже. Потому что вы их не понимаете, это и тоже признак эгоизма. Я вот их понимаю сейчас, потому что я со стороны нахожусь. Но если бы у меня такая ситуация была, я бы, наверное, тоже не понимал. Мне пришлось тоже вам молиться, чтобы прийти в себя. Потому что мы такие по природе эгоистичные, понимаете. Вот это вам сейчас надо понять. Потому что вы, как бы, обескуражены вообще этим поступком. Что с вами, как так могли вообще поступить по отношению к вам? Могли. И вы точно так же поступаете. Вы тоже не игнорируете их любовь эгоистичную. У вас своя эгоистичная, вы их эгоистичную игнорируете. И говорите, так нельзя любить. Но сами любите его точно так же. Вопреки их любви вы это делаете. Ну, фактически вы делаете то же самое, только у себя же незаметно это все. А? Да. Да, только с другой стороны, единственное, что я могу к этому дополнить, это тоже, ну, очень важно знать, что есть иногда культурные различия у людей сильные. Вот, допустим, ваша культура, вашей семьи, она очень мягкая, такая, добрая. У вас деликатная культура отношений. Но у него в семье не такая деликатная культура отношений. Те вещи, которые у него делают, они это не понимают, что они делают неправильно. Не понимают. Вот. Вот в этом еще одна проблема. И это создает ощущение, что вот они плохие люди. Но они просто, у них другая культура воспитания. Она более грубая такая, понимаете? Поэтому, да, начала понимать. Хорошо. Поэтому в древней культуре всегда людей женили по сословиям. Смотрят, какая культура воспитания, и по такой же культуре и создают семьи. Если культура разная, то не дают создавать семьи, потому что это опасно. Ну, то есть не будет вот понимания, допустим, не то, что там одни более деликатные, другие менее. Есть вообще разные сословия людей. И одни люди по правителе, допустим, по природе, другие торговцы. Третьи ученые. Допустим, у вас семья ученых. Вот это сословие ученых. А у него, как бы, семья торговцев. Понимаете? Природа такая. Она более жесткая такая. Им же надо как-то вот добиваться, чтобы все у них получилось. И вы, как бы, сошлись. Он сам по себе, по природе тоже, ну, похож на вас. Он сам. Он такой отличается от них, над всем. Но вот у него такая семья. Надо это понять и понимать, что у вас не будет никогда близких, прям, супер отношений. Но надо все равно к людям по-доброму относиться. Продолжение следует...